В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что бортовые самописцы Ту-134 были исправны и зарегистрировали всю информацию. Данные магнитных лент скопированы, их изучают специалисты. Сегодня на месте падения самолета Ту-134 установлена памятная Стелла. Там прошла траурная церемония. Люди приносили цветы, свечи, детские игрушки. Число жертв катастрофы сегодня увеличилось. Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти 10-летнего мальчика. Больше суток врачи боролись за жизнь 10-летнего Антона Церехина. За это время его сердце останавливалось несколько раз, и несколько раз его опять удавалось запустить. Но на рассвете этого дня сердце ребенка остановилось в последний раз. Практически он без медикаментозной поддержки не мог обеспечивать кровообращение, дыхание. Естественно, он был на аппарате искусственной вентиляции. То есть практически все его жизненные функции поддерживались путем либо медикаментозным, либо аппаратным. Еще семь выживших в авиакатастрофе по-прежнему в больницах. Состояние троих врачи называют критическим. Об этом на заседании президиума правительство сообщило министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. У нас по двоим человекам прогноз крайне неблагоприятный. Речь идет о тяжелых травмах, переломах многочисленных и большой трущи для обожженного тела. Но тем не менее врачи делают все возможное, борются за их жизнь. Количество погибших достигло 45 человек. Их родственники сегодня прилетели в Петрозаводск из Москвы специальным рейсом. Всем им предстоит тяжелая процедура опознания. По мнению специалистов, как минимум в 20 случаях потребуется экспертиза ДНК. Справиться с горем людям помогают десятки психологов. Просто объясняем людям, что сейчас будет происходить и как это будет происходить. Зачастую помогаем справиться с эмоциональными реакциями, которые захлестывают людей. Психологическая помощь необходима и тем, кто пытался спасти людей. Состояние некоторых врачи называют шоковым. Отец Григорий был среди тех, кто первым бросился на помощь. Его дом всего в нескольких сотнях метров. Вдвоем с соседом, тоже священником, отец Григорий вытащил из объятого пламенем самолета двоих мужчин, женщину и ребенка. Судя по всему, это и был Антон Терехин. Я взял за руку, стал разговаривать с ним. Как он только приходил в сознание, он кричал так страшно, что я понимал, что когда приходит в сознание, это, конечно, ему стоит очень серьезных страданий. Число жертв катастрофы могло бы быть больше, если бы на самолет сели все, кто купил на него билеты. Четверо друзей программистов из Екатеринбурга не смогли вовремя вылететь в Москву и опоздали на злополучный рейс Петрозаводск, куда они летели в командировку. Добираться пришлось на перекладных. Дозвонилась мне первая сотрудница нашей компании, она звонила до этого несколько раз, и вот она дозвонилась. Она спросила, все ли с нами в порядке. Первый вопрос был, с вами все в порядке? Я говорю, да, все хорошо. Она говорит, а ваш рейс разбился. В общих чертах картина происшедшего уже ясна многим специалистам, но что именно привело к этой трагедии, до сих пор неизвестно. Изначально назывались три возможных версии катастрофы. Неполадки в работе наземных служб и оборудования, техническая неисправность самолета и так называемый человеческий фактор. Одно из предположений, которое сейчас высказывают многие специалисты, летчики могли перепутать. Вот эту самую автодорогу со взлетно-посадочной полосой. Дело в том, что автотрасса находится всего в нескольких сотнях метров от взлетки и тянется практически в том же направлении. С высоты ошибиться несложно. Этой версии придерживается и летчик Вадим Базыкин. Многие годы он работал пилотом гражданской авиации и ему сотни раз приходилось садиться и взлетать в этом самом аэропорту. Путают, иногда путают. Ему нужно убедиться, ну слава богу, вот она земля, вот слава богу, вот она земля. То есть не проверяя, на проверку, естественно, времени нет, у тебя там 2-3 секунды. Аэродром Карельской столицы не оборудован системой автоматической посадки лайнеров, которая помогает летчикам в сложных метеоусловиях. Экипаж перешел на ручной режим управления, ориентируясь только на радиоприводы. Специальные маяки, которые задают траекторию посадки. Ничего сложного для подготовленных пилотов. Ошибся ли капитан корабля, и если да, то в чем сейчас пытаются понять эксперты и бывшие сослуживцы Александра Федорова. Тем более, что на Ту-134 он налетал тысячи часов. И последнюю переаттестацию в Самарском учебном тренировочном центре в этом году прошел успешно. Федоров у нас проходил 7 апреля 2011 года. Да, без замечаний. Летали в полном объеме, все заходы, согласно программе, выполнили на отличном. Между тем, в Межгосударственном авиационном комитете уже приступили к расшифровке так называемых черных ящиков. Окончательные выводы будут известны лишь после завершения расследования дела, которое еще только начинается. Михаил Лакинченко, Тимур Теразиев, Сергей Шилов, Денис Говорухин, Наталья Голуб. Первый канал. Карелия.